Здравствуйте, студенты АГРО 4 курс. Сегодняшняя по дисциплине голландские технологии и другие прогрессивные современные технологии. Сегодняшняя 12 лекция. Технология сегодняшняя тема у нас или сегодняшние занятия, значит, голландские технологии возделывания картофеля. Мы будем изучать несколько видов технологии, значит, заборовскую технологию мы прошли, вредневую технологию прошли. Сегодня мы будем изучать голландские технологии возделывания. Ну, все технологии, в принципе, они однотипны, но имеются особенности, которые мы сегодня рассмотрим. ДИТПОТАТОС в ДУЧЕЙ ТЕХНОЛОДЖИЙ ФЕРДУЛЕН ПРАМЕТЕРС. Диаметр of the tubers is 3 and 5 cm, 100% germination and 2. a high-view production, high-view production. Семенной картофель голландской технологии имеет определенные параметры. Значит, здесь мы говорим определенные параметры. Это особенности возделаний по голландской технологии. Значит, первые параметры такие, вот как мы записали на английском, я вам говорю на русском, 3-5 см диаметр и стопроцентную схожесть и чистоту. Схожесть семян должно быть стопроцентной и также стопроцентной должна быть чистота, то есть высокая продуктивность. Основа голландского метода выращивания, это создание условий для стремительного или быстрого роста картофеля. Созрелый клуб не убирается рано, чтобы предотвратить их заражению почвы. Перед уборкой картофеля сначала его удаляет ботву, ну и оставляет где-то на 10-12 минут, то есть примерно на 2 недели. Тогда, во-первых, плод лучше созреет, формируется лучше, кожура, значит, лучше и защищается клубом от механических повреждений. Семенной картофель в голландской технологии, действительно, в принципе, на семена обращается во всех технологиях, а технологии, значит, здесь, естественно, уделяется такое же внимание, как и во сделанных предыдущих технологиях. Волит с форбровинг, патейтос юзинг, дачи технологии. Наилучшие результаты может обеспечивать сортовой картофель для хорошей урожайности, ну, конечно, применяется качественный материал. И посадка, конечно, не ниже репродукции, второй репродукции, потому что есть первый, элита, суперэлита. Есть, значит, первый репродукция, второй репродукция, но элита, суперэлита при возделании семян на семенные цели и так далее. Но, естественно, это лучше, чем выше репродукции, тем качественнее получается картофель. Желательно производить высадку картофеля на месте, ну, после, значит, азимов зерновых. Вот. На, конечно, семена, на одном месте ежегодно это нежелательно. Ну, как вот, например, мы знаем, что любая культура, в том числе и картофель, естественно, должны менять. И предшественник, естественно, играет большую роль, как мы знаем, уже из вышесказанного. Конечно, здесь удобрение тоже обязательно, но это рассчитывается в зависимости от почвенных условий, как и свойства, от содержания гумуса, от содержания элементов, которые нам нужны. Ну, это, естественно, предварительно все рассчитывается. И по результатам многолежних данных на этом участке, естественно, идет дальнейшая работа. Значит, ну, если есть, например, заболевания, ну, что это, конечно, нежелательно. Мы уже изучали, но есть заболевания, есть родители, есть. То есть, естественно, надо, ну, обработку, значит, предварительную обработку делать. Это в зависимости от того, что есть они или нет. Ну, обычно, значит, проводят эту обработку с целью, значит, уменьшения или удаления этих болезней, например. Обработка почвы, весной и осенью, это проводить именно сроки согласно методике. Во-первых, мы знаем, что планирование урожая, когда, значит, мы проводим, планирование урожая, естественно, мы, значит, заранее проводим. Мы уже это знаем. И поэтому, когда мы проводим, планируем, мы здесь уже все это описываем. Когда мы проводим весной, какое время, осенью, при какой температуре. И, естественно, чтобы получить хороший урожай, значит, нужно обязательно учитывать время посадки, даже вне зависимости от погоды. А лучше всего, значит, сей не один сорт, а несколько сортов. Потому что желательно, так как есть, ну, как мы знаем, сорта есть, значит, картофель, ранний сорта есть, сиренеспелый есть, позднеспелый сорта есть. Поэтому, значит, учитывая возможности и на этом участке, ну, в данном случае, вот они, значит, высеваются при лавансе с ногой. Вот два-три сорта различного качества, различной спелости. Вот. И, конечно, желательно добавлять удобрения в том количестве, с которым мы, значит, рассчитываем. Следует отдать также, значит, есть сорта, следует уделять внимание сортам, которые устойчивы к болезням и вредителям. Есть такие сорта, которые, значит, болезни меньше или вообще нет, и, конечно, устойчивы к вредителям. Вот. И здесь, нужно сказать, здесь именно популярный, это голландский сорт картофель. Он устойчив к различным картофельным вирусам, гематодам и ракам. Картофель, хоть от нас сетей не приходит к культуре, но, значит, на своем участке, естественно, или на больших площадях, естественно, надо все равно необходимый этот уход. Уход картофеля. Необходимо, в принципе, если так говорить, картофель, он вообще голландской технологии, она на самом первом этапе вообще, она, значит, создана или как выработана для больших площадей, и где используются новые, значит, новые машины, новые, значит, инвентарин, новые, менять новые технологии, рассчитан на больших площадях. Но, значит, на, допустим, на небольших участках, если человек хочет развить, то, естественно, можно эту технологию тоже сохранить, потому что среди них есть особенности, которые возможно использовать у себя на маленьких участках, получать уважаемые. Выращивание картофель по голландской технологии, что предполагает, он предполагает, первое, использование сортов высокопродуктивности. Ну, эти сорта могут быть разные, могут быть голландские сорта, но здесь и в наших условиях, у нас тоже есть сорта, которые, значит, в хороших условиях, при хорошем уходе, при, значит, выполнении всех технологий, дает, естественно, хороший урожай. Второе, применение здорового семенного материала с высоким процентом схожисти. Большое значение имеет, потому что картофель, который мы сажаем, он должен быть, как мы уже говорили, при голландском, 100% чистота и 100% схожисти. Соблюдение таких параметров, здесь параметры расчет нормы высева на гектар, затем, значит, внесение удобрений, соблюдая нормы, значит, всевозможные нормы, которые необходимы, которые рассчитаны. И, значит, естественно, вот картофель вообще любит рыхлую почву, и поэтому необходимо, значит, после первых сходов, естественно, проводить окучивание. И когда, значит, в этот период формируются гребни, ну, на высоту не менее 25 сантиметров. Ширина междуряди тоже от 60 до 85 сантиметров. Обработка растения против вирусных болезней и против вирусных болезней и гребных заболеваний необходима, значит, ну, может быть, даже в зависимости от того, какое состояние, до 5-6 раз. Это, конечно, значит, немало, но в зависимости от того, какое состояние картофеля. И, конечно, взрыхление почвы, потому что картошка должна быть, ну, картофельные корни, они любят рыхлую почву, и, естественно, в этот период им необходим доступ всего, что, значит, окружающие среды. Конечно, большое значение, вот, предполагаю, что обязательно своевременную уборку урожая. Вот семенной картофель необходимо собирать, например, где-то пораньше, а для использования продовольствия немножко похожее. Если мы, например, здесь у нас картофель начинаем убирать где-то, ну, допустим, в начале августа, то, значит, первые сортовые пораньше мы убираем, а, значит, по мере созревания этот специалист, а в разном, он, конечно, должен знать. Вот. И голландская технология, конечно, применима она у нас, вот, и использовать его, значит, но, значит, для этого надо хорошо знать технологические и другие, значит, свойства картофеля. Естественно, большое значение имеет, какое применяется оборудование для выращивания картофельной технологии, например, для посадки, для обработки технологий, для уборки и так далее. Для посадки крупных хозяйств используют, значит, прицепные, ну, сажалки, которые обеспечивают, должны равномерно семена обеспечить по всей площади. Если семенной материал, то, естественно, надо обязательно соблюдать оптимальную глубину, ширину и глубину, чтобы глубина всех сажаемых картофелей была на одном уровне, чтобы было это все ровно. Ну, крупных хозяйств, конечно, если имеются, значит, большие сажалки там, новые, значит, обрегаты, естественно, они там всем этим обеспечены. Значит, есть, значит, во время вот копания картошка, во время уборки, мы уже сказали, что это в день недели убирается ботва, она высыхает, потом ботву убирает. Вот, для уборки, значит, конечно, есть новые, по новой технологии предполагаются новые машины, допустим, картофелеуборочная машина или комбайны, как мы говорим, там они, значит, это, есть приборы, они отсеивают землю, а клубни они выкладывают все за собой. Ну, и автоматически все это распределяется к клубни по размерам и фракциям. Такая шортирубка, конечно, она облегчает дальнейшую переработку картофеля и отбор его на продажу и на переработку. Ну, когда получаем мы картофель, мы знаем, что бывает, там, говорим, мелкие картофель, крупные, средние размеры. Перед тем, как отправить урожай в хранилище, его, конечно, необходимо от земли, от мусора, и подготовим помещение, обязательно дезинфицируется и высушивается. Конечно, несколько есть способов хранения картофеля навалом, который хранили в ящиках, мешках, контейнерах. Но нужно сказать, что вообще при хранении картофель не должен иметь повреждений, потому что повреждения, они вызывают различные болезни, и картофель можно, значит, получить, но его можно не сохранить. Вот несколько, значит, отличий или элементы голландской технологии. Но здесь предполагаются, значит, хорошие участки, то есть какие хорошие участки? Ну, там содержалось, значит, большое количество гумуса, как мы говорим. После тех культур, которые, значит, картофель хорошо растет, то есть предшественники должны знать. Мы должны знать, значит, особенности какие-то, сорта должны использовать не один, а несколько сортов, потому что это по, значит, времени спелости, как мы говорили, у нас по спелости, как мы знаем, несколько есть видов картофеля, которые, ну, относятся ранние спелые, то есть скоро спелость, средние спелость и поздние спелые, как мы уже говорили выше. Но в основном, в основном, так же, как и по другим технологиям, как мы вот проходили, еще будем проходить. То есть надо соблюдать рекомендации, соблюдать научно, значит, доказанные моменты, когда, значит, мы, начиная от подготовки семян и кончая уборкой семян, и до хранения мы должны, значит, все это соблюдать. А какие, значит, особенности, мы уже сказали. Ну, в принципе, значит, это расстояние между, значит, растениями, значит, высота гребни, теперь период обработки картофеля, понятно, имеет значение во всех видах технологий. Но, значит, почему вот разные технологии мы применяем? Ну, вот, например, гребневые, грядовые, прошли, Загоровские, Толандские технологии. Мы должны в своих условиях, в своих природно-климатической зоне выбрать ту технологию, которая нам более выгодна. То есть при применении этой технологии мы должны получить урожайность, высокую урожайность, значит, отличные клубни, ну и, конечно, с необходимыми качествами. И поэтому изучаются эти все виды технологий для сравнения. И какие виды из этих технологий мы будем применять, это уже специалисты-агрономы мы должны знать. А чтобы знать, значит, мы должны знать, что же в чем в нем отличается, и чем же они отличаются, и какие они особенности имеют. Но, в принципе, конечно, во всех технологиях, естественно, если мы посадим, значит, доброкачественными семенами, с высокой схожестью, с высокой частотой, и будем соблюдать все рекомендации, мы всегда можем получить тот урожай, который мы планируем. Поэтому, значит, для сравнения, для изучения, для применения, ну и для дальнейшей рекомендации мы изучаем вот эту форму технологии возделания. Спасибо за внимание. На этом я всю лекцию кончаю. Заканчиваю. Спасибо. 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 Продолжение следует...